Худ, линейный крейсер британского флота, назван в честь английского адмирала Сэмюэля Худа. Вариант проекта, выполнявший все требования Адмиралтейства, завершили 27 марта 1916 года. 7 апреля проект был утвержден Адмиралтейством. 13 апреля заказ на постройку четырех линейных крейсеров направили на верфи. Заказные линейные крейсера были причислены к типу Адмиралы и с 14 июля 1916 года именовались Худ, Родни, Ансон и Хоу. 1 сентября 1916 года Худ был повторно перезаложен на верфи Джон Браун и Ко в Клайбанке, заводской номер 406. 8 февраля 1917 года военный кабинет принял решение продолжать строительство только Худо. 22 августа 1918 года спущен на воду. Масса при спуске 22 тысячи тонн. 17 марта 1919 года была дана команда о разборе построенных секций трех других кораблей. Причина? В первоначальном проекте обнаружилось так много слабых мест, что при их устранении от первоначального проекта ничего бы не осталось. 9 января 1920 года подготовлен к испытаниям. 7 марта во время ходовых испытаний на Арранской мирной миле при водоизмещении 42 тысячи 200 тонн и форсировании силовой установки до 151 тысячи 280 лошадиных сил развил скорость 31,07 узла. Ходовые испытания и пробные артиллерийские стрельбы проводились до конца марта. 29 марта корабль передали флоту. 5 мая назначен первый командир Худа, капитан первого ранга Уилфрид Томкинсон. Стапельный период постройки корабля – 24 месяца. Достройка на плаву – 20 месяцев. Стоимость корабля при постройке составила 6 миллионов 25 тысяч фунтов. 17 мая 1920 года становится флагманом бригады линейных крейсеров Ripples Renown Tiger в Портленде. До 1923 года бригада входила в состав Атлантического флота. В течение 20 лет, до вступления в строй немецкого линкора «Бисмарк» в 1940 году, Худ был самым большим линейным кораблем в мире. В эти годы всеобщего внимания к флоту корабль был народным любимцем. Его параметры были известны каждому англичанину. Популярность корабля была причиной того, что большую часть времени он проводил в заграничных походах. В частности, с ноября 1923 по сентябрь 1924 года, Худ вместе с крейсером Ripples совершил кругосветное плавание, пройдя свыше 40 тысяч миль. За время этого похода Худ посетили более 750 тысяч человек. В январе 1935 года столкнулся с Ренаумен. В борту образовалась мятина полуметровой глубины и сильно поврежден один винт и погнут вал. Худу пришлось остановиться в док. В момент начала Второй мировой войны, в 1939 году, базировался в Скапофлоу на Аркнетских островах, входя в эскадру линейных крейсеров. С 4 по 10 сентября 1939 года патрулировал район между Исландией и Фарерами. В октябре входил прикрытие конвоя с железной рудой из Нарвика в Великобританию. В декабре прикрывал канадский конвой. После поражения Франции переведен на Средиземное море. На нем поднял флаг адмирал Джеймс Соммервилл. Вошел в состав соединения H. Задачей соединения была нейтрализация французского флота, базировавшегося в порту Мерс-Эль-Кибир во французском Алжире. Когда переговоры ни к чему не привели, и французские корабли намеревались покинуть порт, англичане открыли огонь. Огнем Худа был взорван линкор Британь. В конце 1940 года Худ возвращается на базу Скапофлоу. Последний бой. Сражение в Датском проливе. 19 апреля 1941 года поступило известие о выходе в море немецких тяжелых кораблей линкора Бисмарк и тяжелого крейсера Принц-Ойген. Худ приготовили для перехвата этого соединения. 21 мая получено донесение о следовании немецких кораблей в Северную Атлантику для действия против конвоев союзников. 22 мая соединения под командованием вице-адмирала Ланслота Холланда в составе линейного крейсера Худ и линкора Принц-Уэльски, а также шести эсминцев, вышли в море на их перехват. Вечером 23 мая британские крейсеры Норфолк и Саффолк обнаружили группу Бисмарк, шедшую со скоростью 27 узлов в Датском проливе. В 5.35 утра 24 мая дозорные с Принц-Уэльского заметили германскую эскадру на расстоянии 17 миль. Немцы знали о присутствии противника из показаний гидрофонов и вскоре также заметили на горизонте мачты британских кораблей. У Холланда был выбор, либо продолжать сопровождение Бисмарка, ожидая прибытия линкоров эскадры Адмирала Тови, или атаковать самостоятельно. Холланд решил атаковать и в 5.37 отдал приказ на сближение с противником. В 5.52 Худ открыл огонь с дистанцией примерно 13 миль. Худ полным ходом продолжал сближение с противником, стремясь сократить время попадания под навесной огонь. Тем временем немецкие корабли пристрелялись по линейному крейсеру. Первый 203-мм снаряд с Принца-Ойгена попал в среднюю часть Худа рядом с кормовой 102-мм установкой и вызвал сильный пожар, запасы снарядов и ракет. В 5.55 Холланд приказал повернуть на 20 градусов влево, чтобы кормовые башни корабля могли стрелять по Бисмарку. Примерно в 6.00, еще не завершив поворот, Худ был накрыт залпом с Бисмарка с дистанцией от 8 до 9.5 миль. Практически немедленно в районе грот Мачты возник гигантский фонтан огня, после чего произошел мощный взрыв, разорвавший корабль надвое. Корма Худа быстро затонула, а его носовая часть поднялась и некоторое время раскачивалась в воздухе, после чего затонула и она. В последний момент обреченный расчет носовой башни сделал еще один залп. Принц Уэльски, находившийся на расстоянии полумили, был засыпан обломками Худа. Худ затонул за 3 минуты, унеся с собой 1415 человек, включая вице-адмирала Холланда. Спаслись лишь трое моряков, которых подобрал подошедший через 2 часа эсминец Электро. С 100% точностью установить причину гибели Худа до сих пор так и не удалось. Существует лишь множество менее или более правдоподобных теорий. В 2001 году обломки были обнаружены в поисковом районе с помощью гидролокатора бокового обзора. Обломки корабля находятся на глубине около 2800 метров в виде нескольких скоплений.